Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Ришка из Пензы. Я снимаю заключительную часть цикла видео со слов производителя, которые были посвящены корейской косметике, находящейся у меня в запасах. Я эту косметику еще не пробовала и ознакомила вас с информацией от производителя о ней и тем самым объясняла, почему та или иная продукция меня заинтересовала. Почему я ее приобрела? Осталось нам с вами рассмотреть последний бренд из моих косметических запасов. Эта марка называется Beauty of Chusson. С ней я еще не знакома, но нашей встречи жду с большим нетерпением, потому что этот бренд для меня безумно интересен тем, что он основан на рецептах древней медицины, которая использовалась для знати, для правящей верхушки эпохи Chusson. В Корее это своего рода гарант того, что продукция должна быть действенной, интересной. И, надеюсь, она таковой для моей кожи и окажется. Так, давайте начнем с очищающих средств. Первое, что я хочу вам показать, это очищающий бальзам. В боковочке 80 грамм. У него есть ложечка, с помощью которой можно дозировать продукт. Прошу прощения, сам я не хочу открывать флакончик, дабы не нарушать сроки годности. Текстура у этого бальзама напоминает собой щербет. Она очень нежная, на коже тает. Прекрасно абсорбирует и удаляет даже стойкий макияж. Проникает глубоко в поры, вытягивает загрязнение, растворяет жировые пробки. Обещает очищать тщательно, но мягко и деликатно. Улучшает рельеф кожи, выравнивает и осветляет ее тон. Дарит здоровый блеск и сияние. В основе состава этого бальзама рисовая вода, ферментированные злаки, рис, овес и бобы, а также хризантема, которая насыщена витаминами А и В1. Наносить данный бальзам нужно на сухую кожу, помассировать и смыть теплой водой. То есть это своего рода аналог гидрофильного масла. И когда у меня мое гидрофильное масло закончится, конечно, с большим удовольствием начну тестировать этот новый для себя продукт. Кстати, на данный момент данное очищающее средство претерпело у бренда некие изменения. У меня еще старая версия, но, в общем-то, я думаю, что очень сильно они друг от друга отличаться не должны. По крайней мере, хочется в это верить. Надеюсь, что понравится. И, может быть, со временем, конечно, удастся уже и обновленную версию протестировать. Следующее, что у меня есть из очищения, это пилинг-гель с абрикосом. Здесь объем упаковочки 100 мл. Данное косметическое средство, по словам производителя, представляет собой нежнейшую пилинг-скатку гелевой консистенции. И это средство подходит для чувствительной кожи. В составе 19% гидролата цветков японского абрикоса и 8% целлюлозы растительного происхождения. Обещает бережно воздействовать на кожу, нежно удалять загрязнение, успокаивать, питать и смягчать кожу, делать ее более шелковистой, гладкой и сияющей. Как применять? После очищения и основного этапа умывания нанести на влажную кожу, избегая зоны вокруг глаз и губ и где-то через 1-2 минутки смыть. Далее, о чем я хочу вам рассказать, есть у меня эссенциальный тоннер с женьшенем. Вот в такой коробочке он приходит. Объем упаковки 150 мл. Сейчас я флакончик достану. В составе данного продукта находится 80% гидролата и комплекс женьшени. Он насыщает влагой все слои кожи, питает, улучшает обновление клеток, мягко осветляет кожу и разглаживает мелкие морщинки. Женьшени известен своими замечательными свойствами и надеюсь, что этот тоннер мне подойдет и окажет благотворное воздействие на мою кожу. Еще один продукт с содержанием женьшени от этой марки у меня есть. Это восстанавливающий серум. В нем, как я уже сказала, женьшень в составе и муцин улитки. 30 мл. Объем этой сыворотки. Вот таким вот образом выглядит упаковочка. Ну и что нам обещает производитель? Обещает он, что данная ампула будет работать на восстановлении и регенерацию кожи, питать ее, увлажнять, улучшать упругость и эластичность, что будет способствовать разглаживанию морщинок. И также обещает выравнивать тон кожи. По описанию, которое я прочла на сайте, текстура у этой сыворотки легкая, приятная, быстро впитывается, не оставляет липкости. Ну что ж, это очень хорошо. И также оговаривается тот факт, что поскольку в составе данного косметического продукта очень много натуральных компонентов, она может окисляться после открытия и немного поменять цвет и запах. Но пугаться этого не стоит. Это норма для данного продукта. И на эффективность сыворотки никоим образом не влияет. Ну, я пока еще ее не вскрывала. В общем-то, не тороплюсь. Сейчас есть чем пользоваться. Еще одна сыворотка от этой марки у меня есть. Это уже успокаивающий серум с зеленым чаем и пантенолом. По упаковке очень похожа на предыдущую. Также в ней 30 миллилитров. Она уже имеет такой натуральный зеленый цвет. И это цвет не упаковки, а самого средства. Эту информацию я также на сайте почерпнула. В состав сыворотки входит 76% гидролата зеленого чая и 2% пантенола. Она обещает напитывать кожу влагой и полезными питательными веществами. Обещает успокаивать, снимать покраснение и раздражение. Возвращать кожу тонус и оживлять тусклую и увядшую кожу. Повышать эластичность и упругость тканей, что еще раз повторюсь, оказывает благотворное воздействие при борьбе с морщинками. А также обещает выравнивать и улучшать общий тон кожи, мягко осветлять пигментные пятна, если они у вас есть. Текстура также легкая, обещает быстро впитываться, не оставлять липкости. Заявлено, что данная сыворотка подходит для чувствительной кожи. И также здесь оговаривается, что она может после открытия окисляться, немного поменять цвет и запах. Еще раз повторимся, что это норма. И не влияет на эффективность данного косметического средства. Очень, конечно, интересно. Повторюсь, что с нетерпением жду, когда у меня появится необходимость в открытии новых косметических продуктов, и я начну пользоваться этой маркой. Ну и последнее, что мне осталось вам показать, это крем для лица, династический крем, 50 мл в упаковке. Сначала хочу показать вам оформление. Ну, это просто, конечно, потрясающе. Насколько качественно все упаковано. Здесь коробочка в коробочке. Есть ложечка дозатор, чтобы пальчиками в упаковку не лезть. Сама баночка с кремом обвернута как бы еще тканью. Но все это настолько стильно. Просто одно удовольствие. Такую косметику держать у себя в руках. Такие упаковочки классные. Вскрывать крем не буду по довольно-таки понятным причинам. Что он из себя представляет? Это крем универсальный. Его можно использовать как на утро, так и на вечер. Но для себя я, наверное, все-таки определюсь по воздействию на мою кожу. Возможно, как говорится, действительно он для меня таковым окажется. В составе 29% гидролата риса, 5% гидролата женьшеня, 2% сквалана и 2% ниацинамида. Для кого важно, в состав не входят синтетические ароматизаторы. Обещает увлажнять и питать, оказывать мягкое осветляющее действие, укреплять защитный барьер кожи. После его использования наша с вами личка, его кожа будет сиять здоровьем, красотой. Будет очень гладкая, эластичная, шелковистая. Ну, просто настоящая принцесса. Вот такая вот красота у меня пока в запасах еще стоит. Хочу отметить упаковку продукции этого бренда. Еще раз обратите ваше внимание на нее. Для меня это очень красиво. Это лаконично, строго, вместе с тем очень нежно, женственно. Вы знаете, немного мне напоминает упаковка национальную корейскую женскую одежду, ханбок. Она, по-моему, называется. Очень эстетичные косметические средства и по своему оформлению. И я надеюсь, что они окажутся совершенно потрясающими по воздействию на мою кожу. Ну что ж, друзья мои, вот я вам рассказала о последнем корейском бренде. В своих запасах надеюсь, что у нас с вами у всех будет еще возможность приобретать продукцию косметическую данной страны. Я обычно заказы корейской косметики делала на сайте Style Korean. Очень мне нравился. Этот сайт, он как бы работу еще продолжает свою в России, но к оплате не принимаются банковские карты российских банков. Поэтому я сейчас, к сожалению, пока не могу заказы там делать. Но я надеюсь, что это временно. И, ну, как бы, в общем-то, это не самое страшное, что может произойти в жизни. Будем осваивать новые косметические горизонты. В случае чего. Ну, а пока чем есть пользоваться. Особо каких-то косметических продуктов я приобретать в ближайшее время не планирую, если только что-то по мере необходимости. Ну, а вам спасибо за просмотр. Остаюсь с вами. Ваша Иришка из пензы. Субтитры создавал DimaTorzok